Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Литвий Кристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Сейчас хочу для вас отснять улицу Круе. Это ремесленный городок. Кстати, тем, кто хочет купить сувениры, не одежду, а именно сувенирную продукцию, вот очень рекомендуют именно этот городок, потому что здесь абсолютно адекватные цены, не такие, как будут в том же Дюрисе или Саранде. Здесь, еще раз повторюсь, не шопинговый рай для девчонок, а именно сувенирная продукция для родственников, для друзей, показать то, что вы были в Албании. И здесь очень такая большая сувенирная улица. Здесь серебро, магнитики, футболки, майки, местная тканевая продукция. Вот вам немножко приближу. Вот мы поднялись на гору Круе. Да, именно так. Мюзей из Кандерберга. Новая его часть. Мама другая, как красиво. Мама другая, как красиво. Вот стой там, спиной для Муфея, и флаг растянет. Посетили сейчас крепость Круи, очень понравилась, очень хорошая экскурсия. Правда, у нас была на английском, часть экскурсии я вам засняла, обязательно постараюсь сделать выкладку. Панорама здесь безумная, просто шикарно. Сейчас я еще раз покажу. Это стоит увидеть, это стоит посмотреть, но для русских, для наших есть и гиды русские, поэтому не переживайте, что не узнаете часть информации. На самом деле, интересно, нас водили в дом 17 века, как они жили, как они обрабатывали, как они производили свой быт, как готовили пищу, очень здорово, интересно, познавательно. Смотрите, какая красота. красотища, просто есть панорамные балкончики и очень красивые виды открываются. Албания, привет! На фоне таких красивых видов Круи хотела немножко рассказать про Албанию. Вообще очень маленькая страна, на самом деле небольшая, протяженность представляет всего 300 километров, в Беларуси это 500. То есть очень небольшая, но толерантная страна, что очень здорово, очень классно, потому что у них отсутствует воровство, для них это очень дикое оскорбление. Очень этого не любят и могут обидеться. Будет кровная обида. У них очень мужчины хорошие, терпеливые, толерантные. Очень это приятно, особенно для белорусов и украинцев, потому что, ну как вы знаете, там Египет, Турция, это вообще очень такой менталитет у них тяжелый. И тут в максимпатии они максимум могут языком пощелкать, просто потому что понравилась девушка, но никогда ее не обзовут на пляже. Если голые в купальнике увидят, никогда там не будет никаких пошлых замечаний, поэтому очень-очень здорово и на самом деле приятно. Про местный язык. Говорят они на албанском. Албанский считается очень древним языком, ни на кого не похожим, ни на один из, в принципе, языков. Считается как вымерший язык. Слова очень тяжелые. Одно слово «здравствуйте» очень такое специфическое и большое. Кстати, у них очень принято здороваться. Здороваться нужно обязательно поздороваться, попрощаться, сказать спасибо за то, что вам что-то предлагали. Это вот для них очень-очень круто, и они это ценят и любят. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова